И таких внеплановых визитов ко многим одиноко проживающим пожилым брещанам немало. К ним наведуются пожарные добровольцы, представители Думы управления и сотрудники УВД. Это совместный профилактический рейд в ходе акции «Забота о безопасности малой родины». Участники убедились, что в жилищах пожилых горожан все в порядке с пожарной безопасностью, напомнили главные правила, соблюдение которых позволит избежать огненной беды. Все наши усилия направлены на предупреждение пожаров и гибели людей от них. Поэтому сегодня мы совместно с заинтересованными проводим активную пожарно-профилактическую работу в жилищном фонде. Ведь именно там, как показывает практика, чаще всего происходят огненные трагедии. Сегодня в центре нашего внимания пожилые граждане, та целевая аудитория, которая очень часто становится участником пожаров. Мы уделили пристальное внимание вопросам пожарной безопасности, наличию исправности автономных пожарных извещателей. Важная составляющая – разъяснительная работа. Напомнили, как сделать дом безопасным, как действовать при пожаре и как вызывать спасателей по телефонным номерам 101 или 112. Гражданам была вручена тематическая наглядно-изобразительная продукция. Работа в данном направлении будет продолжена. Пожилые люди требуют к себе повышенного внимания и заботы. И в вопросах обеспечения безопасности им могут помочь их дети и внуки, а также сотрудники МЧС и милиции. Милиция всегда находится на безопасности граждан и особенно пожилых людей. Мы уделяем этой категории и на социально уязвимой категории граждан особое внимание. На постоянной основе проводим профилактические рейды, в ходе которых мы общаемся с пенсионерами, рассказываем им о правилах личной и имущественной безопасности, особо уделяем внимание профилактике киберпреступлений и раздаем профилактические памятки, где четко прописан алгоритм действий. При поступлении им звонка от якобы условно представителя банка или сотрудника правоохранительных органов или, не дай бог, когда звонивший вводит пенсионеров в стрессовую ситуацию и говорит о том, что их знакомый, близкий, родственник попал ребенок, в частности в ДТП и просит вынести срочно сумму определенную денег. В ходе профилактических рейдов были обследованы жилые территории пожилых граждан. Им были даны необходимые рекомендации, проведено обучение по мерам как пожарной безопасности, так и по кибермашине ученичеству. Пожалуйста, если кто-то звонит и говорит, да, сын, что попал в индустрию, да я бог, в ДТП, перезвоните, просто положите трубку и не продолжайте разговор в принципе, потому что это очень серьезная актуальная проблема. Мы бы хотели вам оставить памятку. Держите, наглядно все изображено, будет перед глазами всегда. Не надо быть очень доверчивым, вот так. Иногда, вот как говорится, и домофон, спросить, кто, а то частенько, ну, сами понимаете, как. Ну, и не очень доверчивым быть, я так считаю. Сейчас в наше время, как-то, ну, как вот вы говорите, и каждый раз залезешь, что-то вы посмотришь, то 15 миллионов тысяч, то 12, и обманывать, особенно пенсионеров, особенно с этими карточками, как-то. Ну, и, во-первых, ну, самому тоже уже, если уже человек не очень молодой, как уже пенсионер, ну, тоже бывает там и забыть что-то или что, ну, смотреть самому за кастрюлькой, за чайником, за водой, которая бывает там. Вот сегодня горячей воды нету, так все, крунешь, крунешь, и, может, его и оставишь нечаянно, понимаете, ну, как-то следить самому тоже еще надо. Анастасия Мелешкевич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания Бук-ТВ.